Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. У меня сегодня такой завтрак. Это макароны по-флотски. Макароны с мясом. Очень вкусные. Я вчера уже ела их. Сегодня немного осталось. Я решила снять мук-банк. Здесь у меня редиска. Я ее просто обожаю. Это просто часть моей жизни и обычный самый чай. Давайте приступим. Не будем томить, так скажем. На мне сегодня настолько старое платье, ребят. Этому платью, наверное, 10 лет. Я его покупала, когда училась в школе. Когда поправилась на 13 килограмм. И просто ничего не влезала. Не влезала ни во что. Я люблю это платье. И как-то так получилось, что я его не выбросила. Никуда не делала. У меня вот у жены двоюродного брата Перваны. Мне очень нравится одна черта характера. Она никогда не отдает свои старые вещи. Никому оставляет. А потом через годы носит. Например, сейчас ей это не нравится. Проходят годы. У нее была одежда, которую она вообще не носила. Когда в материальном положении все у них было круто. Но потом прошло время. Возникли кое-какие проблемы. И она просто достала из шкафа те вещи, которые когда-то ей не нравились. Но они абсолютно новые. И начала носить. Мне кажется, мы сейчас живем в том веке, когда твои старые вещи никому не нужны. Мне всегда трудно дарить свои старые вещи. Мне всегда кажется, что человек просто в сердцах думает, блин, нахрен мне нужны твои старье, когда в магазинах все стоит так недорого. Бабушка всегда спорит, давай отдадим соседям, давай. В деревнях все живут плохо. А я говорю, бабушка. У меня же не какие-то брендовые вещи, которые стоят баснословно в денег. Я вот дарю соседу в деревне, потому что он себе это позволить не может. Всегда у нас с бабушкой на этой почве бывают споры. Мне кажется, если ты хочешь кому-то что-то отдать, купи новое. Подай. Не потому что мне жалко мои вещи. Нет. Просто вы знаете, это может обидеть человека. Когда я была где-то, наверное, в четвертом классе, постоянно наша соседка отдавала моей маме старые вещи ее дочери. Меня это жутко обижало, из-за этого мне не покупали ничего нового. Мне приходилось донашивать эти вещи. Было неприятно. Было неприятно. И бабушка настояла, чтобы этот прекрасный халат мама отдала соседке. Халат в то время стоил очень дорого. И был очень красивый. Соседка взяла и сделала из этого халата две подушки себе. Прямо самой стал жалко этот халат. Кто подписан на меня давно, вы помните, что я разыгрывала косметику в своем инстаграме. Новую абсолютно. Часто, когда я делаю разбор косметики или показываю, говорю, что мне много ненужного, мне часто пишут, что отдай нам ненужное. Мне реально искренне стыдно отдавать что-то старое. Элементарно, например, мы с подругой вдвоем купили набор для маникюра, точнее набор для наращивания с Алиэкспресс. У меня уже все потерялось, все позаканчивалось. Некоторые вещи даже не знаю, куда делись, а у нее все так же аккуратненько лежит вот каждая вещица. Твикс мяукает. Ой, какой кайф. Это так вкусно. В общем, такие вот дела. И давайте... у меня вообще отошла тема. Я хотела обсудить одну тему с вами. Одна из моих подписчиц, это Удзумруд, написала мне огромное сообщение. Я не буду его зачитывать, я просто его вкратце вам расскажу. дело в том, что ее муж глубоко религиозный человек принял ислам. и он настаивает на том, и он настаивает на том, чтобы его жена тоже покрылась и приняла ислам. Но она не хочет. Напишите в комментариях ваше мнение. Если женщина не хочет, имеет ли право муж настаивать? Насколько я знаю, в вере нету принуждения. То есть, если тебя заставляют что-то делать, и ты делаешь, это не нравится ни Богу. На, кинь. Это не нравится Богу. Не вам. На мой взгляд, к вере нужно прийти. Не просто кто-то что-то сказал. Ты обязана. Вообще, я считаю, что девушке в хиджабе это безумно красиво. На самом деле, очень красиво. У меня двоюродная сестра ходит в хиджабе. Хотя мы с ней очень разные люди. Я однажды попросила у нее просто надеть этот платок и сфотографироваться. Она мне объяснила, что так нельзя. То есть, это не просто какой-то костюмчик, который можно надеть и пофоткаться. Она мне объяснила, что ты должна прийти к этому, надеть и больше не снимать. Вот тогда ты можешь в этом фотографироваться. А мне, например, другая двоюродная сестра тоже замужем тоже может делать намаз. Но он не принуждает. Я считаю, что просто тебе надо объяснить своему мужу, что в религии нет принуждения. Если я не хочу, не стоит на меня наседать, так скажем. Мне кажется, когда человека прям заставляют, постоянно об этом говорят, у него как бы ответная реакция, он наоборот не хочет. У меня, по крайней мере, так. Например, мама заходит в комнату и говорит, уберись в комнате. Все, у меня мотивация ноль, я прям не хочу. А если бы мне не сказали бы, то я бы с удовольствием убралась у себя в комнате. Иногда в метро, в общественном транспорте я прям вижу девушек настолько красивых, с таким красивым макияжем, такие ухоженные. И в хиджабе. Однажды я в парк Пульваре увидела три девушки. Они были с охраны, были в хиджабе. Я так поняла, это не азербайджанки, потому что в азербайджане мало людей входят в хиджабе. Преобладающее большинство не особо религиозные люди, на самом деле. В общем, я так поняла, что эти девушки именно, возможно, туристы, туристки, потому что у нас до закрытия границ было очень много арабов. И вы бы видели, насколько они красивые были с лица. Инстагерл с таким маленьким носиком, огромными губами, широкими бровями. Я не знаю, они естественно такие красотки, либо они что-то делали. Просто вот смотришь на них, и они выглядели настолько дорого. Вот эта картина мне прям запомнилась. Одно хиджаб. Да и вообще вся эта одежда была бежевого цвета, другая была в черном. Ты просто обращаешь внимание на лицо. настолько красивая обжирка. Это было давно. три девушки, рядом такой амбал охраны, видно, в костюмчике. Мне всегда было интересно, почему арабы так часто путешествуют именно в Азербайджан, именно в Баку. потому что в сезон у нас их настолько много. В общем, почему они едут именно в Азербайджан, я так и не поняла. очень вкусно, очень вкусно, так много масла. ест. Все как пылесос сметает. Ребята, на этом все. Обязательно подписывайтесь на наш канал с Твиксом. Ставьте лайки. Мой сладкий. Мой мальчик. Мой мальчик, мальчик мамина сердце. Мамина сердце. Мамина сердце.